ребят одну секунду внимание как вы знаете с 7 по 10 ноября у нас стартует москве тренинг практика это уже вот-вот скоро лично от меня там есть еще два места то есть я могу взять еще двух человек поэтому именно тебя 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 я приглашаю на этот тренинг для того чтобы ты прокачался и ушел оттуда другим человеком напомню три тренера команда саппортов и твои единомышленники то есть мы вместе все будем приводить тебя к тому результату с женщинами и не только женщинами еще и по жизни которому ты хочешь прийти ссылка для записи на тренинг под видео ребят в этом году осталось еще два мероприятия это это практика 7 по 10 и новогодняя практика которая будет стоить дороже но она будет не совсем обычная поэтому ребята значит записываемся ссылочка под видео все я врубаюсь просмотр продолжать есть вопросы ко всем тренерам ну такой больше философского характера для чуть-чуть не началось скажите пожалуйста когда никто не хочет просто что ли с какими иллюзиями в жизни вам пришлось расставаться да какие больнее всего вы расстались и что после этого произошло изменение какие ваши жизни произошли ну я вот уже ну я не могу сейчас сказать конкретно я в общем скажу что как бы я думал что вот ну как бы мне женщина должна вот вот это вот это вот это вот это то есть я сам наделил я вот этими критериями да которые вот и потом их там сузил блять до трех как вот основных то есть я с этими иллюзиями грубо говоря расстался блять и слава богу что это случилось в 33 года блять кто-то у меня есть друг там такой короче им там под 40 лет уже он такой весь гламурный все за себя корчит от этого мачо как бы но и ждет себе какую-то хуй знает невзебенную бабу который даже двое такие блять она должна быть похожа на библиотекарши при этом танцевать как бы стриптиз ну то есть вот ну где там возможно такое есть я не знаю таких не видел но видел конечно но про себя я тебе скажу про какую-то конкретную иллюзию здесь то что мне было много с некоторыми из них я до сих пор расстаюсь да то есть они мне открылось понимание что это было иллюзия но по привычке в силу привычки в силу каких-то там еще нежелание там взрослеть где-то дальше да там тогда или при себя я прям долго все понимаю расстаться не могу с каким-то какие-то отпадают резко какие-то плавно то есть я про себя могу сказать что я сейчас в работе над собой в плане расставания с иллюзиями то есть было очень много и относительно женщин и относительно жизни до последние полтора года у меня вообще башки очень сильно но это такое неприятное понимать как ты живешь дать и кажется что 5 мир там розовый потому что потому что гроза потом ты понимаешь это были всего лишь очки да там и вот это вот вещь она не такая как ты думал вот это вот это я почему затрудняюсь точно теснули не говорим не затрудняется сейчас перечислять там я сейчас даже не знаю чтобы 30 на вспоминаю иллюзии а у меня наоборот в отличие от володи меня наоборот было приятно я понял что стука столько говна вот отпала и жить на жить намного проще это следующий это лучше а вова осознал и он на него депрессия может нет это этап который должен пройти это тоже самое что у тебя там не знаю загнило ненужное она там начало как бы гнить там не знаю высыхать то есть какая-то этап какой-то боли потом она отваливается и потом уже через вот эту боль ты понимаешь что блин оказывается так намного круче как-то так какая-то такая взрослая группа у нас да ну то есть наконец-то пошли нормальные вопросы задания вниз под конец у меня было но если касаемо именно женщин у меня было такое не обязательно как бы и женщин и мужика не обязательно женщины я кстати не думаю что у меня были какие-то иллюзии по поводу других каких-то моментов ну не могу по крайней мере вспомнить сейчас касаемо женщин я представлял какой я да и представлял себе женщину идеальную для меня я думал что я встречу ее вот сам сам собой вам не делать для этого ничего и не нужно вот мы сейчас встретимся когда-то в какой-то момент типа судьба сведет нас и тогда-то мы будем счастливы вот у меня такая не знаю правда какой именно момент она сейчас тоже точно пропала для этого нужно работать и причем возвращаясь еще к твоему вопросу сайт что эти пунктики твои идеальная женщина не должны быть основаны на каких-то реальных событиях не просто ты представил там блондинка там высокая невысокая занимается тем-то тем-то нету реально с ней пожил построил какие-то отношения и на реальных моментах понимаешь что будешь с чем будешь мириться с чем не будешь вот так вот такая иллюзия мне но я сейчас пресс хочу это просто что там про женщин что-то то не то есть но одна из там многих иллюзий у меня была я думал перебирая женщин что короче это все не те женщины и все это не не те не те не те дело в них сугубо потому что я точно понимал что я ищу ту самую я знал что я хочу ту самую но вот не те не те не те и оказался ты иллюзия наш оказалась проблема была них не вне тех женщинах обо мне и в том что у меня были моменты в башке которые при всем моем желании они делали так что это они делали поиск той самой невозможной как бы я не изъебался и в тот момент когда я начал это понимать просто у меня это не было вот так вот раз все то есть это было такое капанье нескольких разных 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 ситуаций все больше и больше приходило осознание что по ходу в натуре не в тёлках проблема внутри меня проблема и в этот самый момент еще плюс-минус в этот самый момент моей жизни появилась та самая женщина как-то вот совпало да то есть так вчера и не было сегодня она появилась то есть она появилась как бы раньше просто я в силу еще того что я и питал иллюзии я меня несло дальше как бы да то есть даже в своей голове а потом я просто начал останавливаться смотреть на нее и все больше понимать что она самая слушай вот у меня есть проблема с излишней вежливостью этим иногда проскакивает типа можно не останавливаешь не просто типа остановись там за руку ли как-то типа можно те остановить но эти вопросы как от этого избавляться кроме практики можешь говорить можно ты может быть можно мне тебя остановить позволь пожалуйста но при этом ты берешь ее ну не вот так конечно но ты берешь и ее останавливаешь подожди позволь-ка я тебя не отпущу чем ты там может говорить так извините пожалуйста ты при этом короче телом показывает что как бы то есть проблемы нет что именно там вежливо скопается можешь быть вежливым но если ты при этом телом будешь и руками показывать что я как бы не стал главное что ты делаешь а можно я тебя сейчас немножечко подвину да но ты при этом берешь и двигаешь поднимают я тебя не отпущу это как бы не канает все-таки можно чё не канает здесь важно не что ты говоришь как ты себя ведешь при этом из какого состояния вот и в том числе как прокачать более больше жесткости такой а он короче уже не вклевал кирпича а внутри ты себе не разрешаешь то есть это проблема многих в самом начале и то есть все их тело показывает что пытаешься остановить то есть ты прям не можешь а при этом ты лишь а ну-ка стой подождь легче пообщаться то есть лучше уж ты будешь вежливым но при этом ты будешь быть так стоять чем ты будешь там как какие-то жестким типом но опять же перестань относиться к этому как проблем окей спасибо мы с тобой о чем у метро говорили я использовал фразу что давай я тебя не включу на этот поезд следующем ты говоришь что саня мне сказал что в принципе но тут неправильная формулировка потому что фига ли ты кого-то пущу не пущу а ты использовал эту фразу через эту фразу пытаешься казаться каким-то мачо сделал нет в начале тренинга говоришь что здесь все тренера по большому все дебилы сами ничего не умеют поэтому сейчас задача с вами было красиво короче отмазаться и чувак у него так у нас так как бы просто ищи свое да ну например говорит слушай давай я тебя не пущу можно по-разному если это будет говорить в ЛНР там ДНР я все путаю да еще застегнутые свои куртки серьезно я бы наверное обосрал слушай а были еще какие-то ситуации когда один говорил там вот это вот второй говорил что-то херню не сержка по-другому но я понял ну реально разные варианты есть ты ты разные девушки разные в принципе да потому что ты внутри себе четко разрешил что да сейчас я хочу ее прям подзадержать даже может быть за локоток и пусть очень миллион один вариант начать общение вопрос в том насколько ты себя внутренне решаешь то есть внешне ты можешь что хочешь говорить если только это естественно звучит понимаешь это от тебя может звучать неестественно но это не значит что ты не должен так пробовать и когда-то у тебя это неестественное перерастет в естественно причем мне тренера говорили что нужно делать вот так вот и один хуй вот а я просто я думаю я же не совсем бестолковый я все-равно и пойду и сделаю по своим да у меня там но не всегда получалось но я настолько вот хоть я все-равно хотел попробовать им там че-то надо идти делать вот так вот ну блядь нет и шел и делал как грочи как считал нужен не получалось а потом уже думай ну кй с ним попробую рос уж тут заплатил ему денег тоже попробую сделать так и почему-то ну как бы получалось моей человеке как не странно получалось да но суть в том что мы просто я чуть больше времени тратил так и успокаивался, так и успокаивался, по крайней мере, зная, что я сам попробовал, но не получилось, ну как бы хули делать. У меня такой вопрос, я заметил, что действительно... Типа, как откаты происходят? Короче, у нас тут тусовка, это что, где, когда, короче, сейчас твои зрители являются. Что типа это? Заново появляется страх, неуверенность, какая-то подхода через время. То есть, например, я в сентябре пробовал делать приветы, вроде раскрепостился, к тренингу у меня опять уже вернулось. По опыту, ну как часто надо практиковать все это. Это у тебя, может, каждый день возвращался. Ты будешь сейчас каждый день делать в течение месяца эти вещи, чтобы они стали более-менее привычными. Тут только вопрос дистанции по времени и все. Ну, теория 21 дня, там все что угодно. То есть, если ты какой-то навык пытаешься новый делать в длительное время, каждый день не пропуская, то он постепенно встроится, он перестанет для тебя быть стрессом, ты начнешь его воспринимать как он, то есть, обычная фигня. Ну, я могу сказать, что в течение там вот нескольких лет, пока я подходил, как бы я вообще практически всегда волновался. Ну вот всегда волновался, ничего не мог с собой поделать и потом я понял, что как бы, ну это нормально. Если ты вообще ничего не... Как только ты понял, что это нормально, мне кажется, еще сильнее. Нет, просто если ты как бы видишь красивую женщину, да, как бы и у тебя не вызывает там, ну как бы никакого волнения там, никакого волнения, никакого там трепета там, блядь, или, о, смотри, как бы, ну, когда они для тебя, если вот, многие там мечтают избавиться полностью от страха, ну, представляешь, как бы, вот ты там смотришь на мужиков там, блядь, ну, что-то все сидят, ну, как бы, вот, какие-то все одинаковые, если так же тёлки для тебя будут все одинаковыми, так неинтересно будет, вот, блядь, какой-то борьбы не будет, вот, ну... Просто это должно быть какое-то управляемое волнение, то есть, которое тебя не захлёстывает, понимаешь, то есть, как там какая-нибудь Пугачёва стопудово, она сейчас, выходя на большие какие-то сцены, всё равно испытывает какое-то там минимальное волнение. Нет, так она так и говорит, кстати, в интервью. Ну, она понимает, что это какая-то физиологическая херня, с которой она уже, как бы, ничего не сделает, да, но это волнение, оно и не сковывает, здесь будет так же, хотя будут и моменты, когда ты вообще не будешь его чувствовать, этого волнения. Мы много говорили здесь как раз по поводу того, что страх, я говорил, вот, Санёк говорил, что это, ну, как бы, это врождённая хрень, нельзя её там задушить, побороть, победить, с ней нужно, как бы, договориться просто и взаимодействовать при каком-то там удобном случае. Не надо, вот, кто там про иллюзии хорошо сказал, как бы, вот, это иллюзия, что вы хотите избавиться от страха, вы сюда пришли, чтобы никогда не бояться, да нихуя, бля, всё время будете бояться, пройдёт, там, пять лет, и, ну, там, просто будете бояться чуть меньше, будете волноваться, как бы, надо просто к этому привыкнуть, принять это как должное и с этим работать, у вас будут навыки, привычки, ты уже будешь… Согласись, что вот волнение, уровень волнения в самый первый день, в самые первые, там, полчаса, он сильно ниже, чем уровень волнения сегодня, ну, вот, у большинства так, наверное, правильно понимаю? То есть это уже говорит о том, что, в принципе, регулярно, почему это и происходит каждый день, не там, не раз в неделю и так далее, регулярно делай эти вещи, это всё ещё, ещё, ещё меньше, оно всё равно будет уменьшаться. Ну, то есть лучше там… Да, как ты спросил, если ты делал, сейчас вот у меня волнение, конечно, если такие перерывы делать, у тебя оно вернётся очень… В конце сентября или в начале ты делаешь? В середине сентября, где-то так. Ну, две недели прошло, да, то есть, если ты делаешь две недели, две недели делать. Ты должен понимать, что страх есть у всех, и это, ну, как бы, ты здесь, я думаю, убедился, что люди так же встают там и говорят, для меня ссыкотно, страшно, вот. И при этом, когда ты всё равно, скажем, в условиях этого страха подходишь и совершаешь какую-то попытку ещё и получаешь результат, тебе, наоборот, станет приятно, ты будешь знать, что, а, вот эти все, короче… Чтобы тело и медики, которые стояли, смотрели на эту тёлку, не подошли, а я помешал. Нет, это классно. У меня есть такой чувак, Артём Бородач, бывшая клиентница индивидуалки, очень такой интересный тип. Он мне прям долгое время звонил, ну, удивился радость, он говорит, я подхожу в ресторанах, когда хожу в каких-то дорогих, даже если мне тёлка не нравится, но не в моём вкусе, но я вижу, как какая-то там идёт она и на неё весь ресторан пялится, ну, там какая-то там она, допустим, позиционирующая себя там как-то так. И он говорит, мне вот даже она в коем-нибудь не стучалась, говорит, я всё равно, говорит, иду специально, хотя я понимаю, что есть риск, что сейчас она меня пошлёт, ну, и как бы ещё и все же увидят, да, но это такая хрень, вот это тоже одна из иллюзий. Когда вы думаете, что все увидят и вас как-то там оценят, им всем похуй на вас, понимаешь, у них свои проблемы, никто вас не будет там показывать неделю друзьям, ты смотри, как чувака слили, им насрать, у них своя жизнь, это звёздная болезнь называется. Лиру на вас там плевать. Вот. И получается, он говорит, я иду с ней, знакомлюсь, и такой, ааа, думаю, бля, и мне как-то радости не столько от этой девки, а от того, что, говорит, я этим чувакам носу, он вот так, да, он вот так себе поднимал какое-то самомнение, они сидят смотрят, а пошёл и сделал. Это же прикольно. А про волнение, короче, смотрел лекцию одного бизнес-тренера, он выходит к аудитории, говорит, я уже 15 лет читаю лекции, и каждый раз вот начинаю выступать, я волнуюсь. Я ещё, говорит, немножко поволнуюсь, меня отпустят, и всё будет нормально. Я когда прихожу сюда первый день тренинга, я всегда волнуюсь реально. Мужки, вообще, говорите, у нас у спортивных профессиональных команд психологи есть, чтобы перед выходом на стартах мандраж не трясло, то же самое. Да, я думаю, Хабиб там, ну, допустим, тот же вот из недавнего, да, когда выходил куда-то, то есть, несмотря на его каменное абсолютно лицо там и так далее, мне кажется, всё равно, прикинь, на тебя смотрит там полпланеты, да, там какие-то ставки на тебя люди ожидают, там родители, не знаю, тренер, или там какая-то футбольная команда в финал чемпионата мира, это же пиздец. У нас есть психологи, именно на это. У олимпийцев, которые миллион раз выходили на этот статус, все знают досконально, всё равно. Ну, короче. Самое что интересно, у олимпийцев еще есть тренера. Ну, я к тому, что, блядь, ну, постоянно заниматься с тренером тоже, как мне вот кто-то сказал, что, блядь, вот я там прошел там групповой, блядь, сейчас индивидуал, зачем мне еще тренер, как бы я же сам буду, блядь, набивать себе шишки. Ну, как бы я говорю, что вот Криштиану Роналду, там же Месси, блядь, это лучшие футболисты в мире, которые до сих пор занимаются с тренерами, ради того, чтобы у них была там обратная связь и какая-то поддержка. Потому что...